Одна из самых проблемных точек в нашем городе – 10-я школа, которая должна была открыться 1 сентября. Но ремонт в ней до сих пор продолжается. Денис Москвин побывал на объекте вместе с представителями Думы и администрации, пообщался с директором школы и рабочими. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел, и по готовности подрядчика, с которой представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать, они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Одна из причин, почему ремонт задерживается – существующий 44-й федеральный закон, по которому администрация не может влиять на выбор подрядчика. Однако проблема не только в этом. Большой вопрос у меня к представителям администрации. А вы куда смотрели на все это? Губернатор приезжал, задачу эту ставил. Мы с вами подробно обсуждали, деньги на это выделяли. В обморочном порядке, вы помните, изменения в областной бюджет вносили специально. И это, поверьте, непростая процедура. В результате мы видим, что дети как учились в разных концах города, так и продолжают это делать. Денис Москвин собирается обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки работы подрядчика. Также депутат Госдумы посетил парк имени Зернова. Там тоже есть проблемы. Из-за конкурсных процедур произошло смещение сроков строительства. Пришлось уйти в зиму. Слава богу, что вроде как там работы такие, которые позволят сейчас все это без вреда для технологий, закончить это до начала зимы, вот такой календарной зимы. Потому что проект действительно очень красивый. И вот эта вот лестница, ведущая к воде, и вот эта вот набережная, конечно, это станет, наверное, одним из самых любимых мест отдыха горожан. Также Денис Москвин осмотрел новый стадион 16-й школы, который открылся в середине сентября. Неприятным сюрпризом для него стало наличие замка на воротах объекта. Я пригласил директора школы. Говорю, а вы на каком основании закрыли тут? Еще обнесли этой сигнальной лентой красной. Я говорю, для кого это построили? А мы здесь уроки физкультуры проводим. Я говорю, замечательно, вы должны проводить урок физкультуры. Но вечером до 22 часов здесь должны заниматься жители физкультуры и спорта. Тем более, по мнению депутатов, не каникул, стадион, построенный за 35 миллионов из городского бюджета, должен быть открыт для школьников весь день. В следующий раз Денис Москвин собирается посетить Саров 11 ноября. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok